«Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте семь. И ныне я избрал и осветил дом этот, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни», — говорит Господь премудрому царю Соломону, построившему храм. Но если в ветхозаветной церкви храм Божий был один, и находился он в Иерусалиме, то в новозаветное время построены и освящены тысячи христианских храмов, в которых люди собираются для общей молитвы. При этом каждый из храмов — место особого присутствия Божьего, по слову Господа Иисуса Христа. «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». При этом и типов христианского храма существует несколько. Самый распространенный из них — собственно храм, или в просторечии — церковь. В храме совершаются церковные таинства, проходят богослужения, включая главный из них — литургию. Отсюда главная отличительная особенность храма от, например, часовни или молельного дома. В каждом храме есть алтарь, где поставлен освященный престол и жертвенник, без которых последование литургии совершать невозможно. Алтари большинства православных храмов ориентированы на восток, хотя встречаются и исключения. Храм может быть отдельно стоящим зданием, как правило, увенчанным куполом и крестом, но может находиться и внутри другого строения — частного или общественного. Такие храмы называются домовыми. Располагаются они обычно внутри больниц, корпусов воинских частей, зданий, духовных семинарий и других учебных заведений, в том числе и светских. В старину домовые храмы имелись в частных домовладениях, принадлежавших знатным или состоятельным людям, откуда, собственно, и пошло их название — служил в домовом храме приглашенный священник. В прежнее время существовали, а кое-где сохранились и до ныне, пещерные храмы. В особенности они получили распространение в пещерных монастырях, там, где кельи монахов располагались в толще скальной породы или под землей. Впрочем, подземный храм может находиться и на нижнем ярусе храма обычного. В таком случае он называется криптой, из-за того, что в них часто помещены для поклонения мощи святых. Впрочем, в русском православии слово «крипта» широкого распространения не получило, чаще говорят о нижнем храме. Здесь также имеется алтарь с престолом и жертвенником, а значит, может совершаться божественная литургия. Помимо алтаря в христианском храме имеется средняя или основная часть. Именно здесь для общей молитвы за богослужением собираются верующие. У храмов, располагающихся в отдельно стоящих зданиях, обычно есть притвор, пристройка перед входом. У некоторых храмов притворов может быть три – с западной, с северной и южной стороны. Трехчастное деление православных храмов на алтарь, основную часть и притвор соотносится с делением Ветхозаветного храма в Иерусалиме, в котором имелись святое святых, святилище и двор, что не является простым подражанием, а вытекает из особенностей христианского богослужения. Возвращаясь к алтарной части храма, заметим, что алтарей в православных храмах может быть и два, и три, а иногда и более. Такие храмы называются, соответственно, двухпрестольными или трехпрестольными. Устройству православного храма мы посвятим в свое время отдельный рассказ. А пока обратим внимание на разницу между храмом и приходом храма, которую часто упускают или понимают неправильно. На приходе, кроме собственного храма, также располагаются свечная лавка, воскресная школа, просфорня, кухня, трапезная, кабинет настоятеля, библиотека, комната отдыха, непопираемое место, иконописные и швейные мастерские, прачечная, а также ремонтные и складские помещения. В качестве отдельного сооружения здесь может находиться и звонница, если она не является частью архитектурного ансамбля храма. Позади алтарной части храма нередко можно видеть могилы с крестами, где покоится прах прежних настоятелей и видных священников, когда-то служивших на приходе. На подворьях современных храмов нередко разбиты клумбы и оборудованы игровые площадки для самых маленьких прихожан. Большой храм с несколькими престолами часто называется собором, или, говоря иначе, соборным храмом. Если собор называется кафедральным, значит этот храм главный в епархии. В нем находится кафедра правящего архиерея, епископа, архиепископа или митрополита. Слово «кафедра» в данном случае можно понимать в переносном смысле, как своего рода резиденцию или место базирования, а можно и в буквальном. Кафедрой в православных храмах называется «большое кресло», в котором сидит архиерей во время тех моментов богослужения, которые его участие не требуют. Кафедра в переводе с греческого на русский и означает «сидение». Соборами также называют главные храмы крупных монастырей, а также храмы, при которых архиерейская кафедра когда-то была, но затем переместилась в другое место. Яркий пример – Воскресенский войсковой собор в станице Старочеркасской на Дону. Когда была построена новая столица Донского войска – Новочеркасск, с его грандиозным Вознесенским собором, который казаки называли «вторым солнцем Дона», архиерейская кафедра переместилась сюда. А собор в Старочеркасской хоть и перестал быть кафедральным, но продолжил именоваться собором. В прежние века соборами иногда называли храмы воинских частей или формирований, имеющих долгую историю. Примером постройки такого рода является Морской Никольский собор в Кронштадте, последний и самый крупный из морских соборов, построенных в Российской империи. Существуют и мемориальные соборы, построенные в честь какого-то важного события национального масштаба. Например, собор Покрова-на-Рву, более известный как храм Василия Блаженного, который находится на Красной площади в Москве. В синодальный период истории церкви соборами также назывались несколько столичных храмов в разных частях Санкт-Петербурга, два придворных храма, а также главный храм всех учебных заведений империи, не считая уже упомянутых воинских, мемориальных и морских соборов. За теми из них, где и сегодня проходит богослужение, название соборов сохранено как дань традициям. Базиликой часто считают исключительно католические соборы, что не совсем верно, на это указывает греческое происхождение этого слова, переводящегося как «царский». В Византии базиликой изначально называли храмы со внутренним пространством прямоугольной формы, разделенным колоннами на продольные части – нефы. Уже с VI века в Византии базиликой стали называть не только зальные церкви, но и крестово-купольные храмы. Пример исторической православной базилики – церковь Святой Ирины в Стамбуле, ныне не действующая. Отметим, что прямоугольные в плане храмы с продольными рядами колонн или столбов есть и в православных странах, однако базиликами их в наше время не называют. К особому типу православных религиозных сооружений относится часовня. Говоря совсем просто, это небольшой храм без алтаря. По этой причине в нем нельзя совершать литургию, однако можно проводить другие богослужения – служить молебны, панихиды, часы. По последнему слову, этот тип постройки и был назван. Часовни имеют разные архитектурные формы, но, пожалуй, самые живописные из них – те, что выполнены в форме капли. Такие часовни часто назывались каплицами. Кстати, латинская капелла или капа – родственница православной часовни. Однако в католических капеллах алтарь предусмотрен. Нет алтаря и в молельной, она же моленная или молитвенный дом. По этой причине литургию в ней также совершать невозможно. Этот тип церковных сооружений у многих ассоциируется со старобрядческой церковью. Однако в безбожное время многие греко-православные храмы, лишенные престолов и алтарей, фактически действовали как молитвенные дома. Зато алтарь есть в храме крестильном. Обычно такие храмы, будь то отдельное здание, пристройка либо цокольный этаж наземного строения, имеют внутреннее пространство, круглое в плане. А кроме того, непременно оснащены баптистерием, небольшим бассейном либо вместительной емкостью для крещения. Литургия и другие виды православного богослужения в крестильных храмах совершать можно, как и в любых других, где есть престол и жертвенник. Колокольню можно считать отдельным видом церковного сооружения в тех случаях, когда она не надстроена над трапезной или другой частью храма, а стоит особо. Чтобы колокольный звон разносился как можно дальше, люди издавна стремились возводить колокольни как можно более высокие. Наверху таких сооружений располагается звонница с колоколами. Внизу может находиться крестильный храм либо помещение другого назначения. Например, класс воскресной школы. К числу церковных построек также относятся келейные и другие корпуса православных монастырей, здания епархиальных управлений, архивы приходов и благочений. Однако к основному направлению деятельности церкви – богослужебному – они отношения не имеют, и поэтому говорить о них здесь мы не будем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...